Ну что, господа, приветствую вас на канале. Наконец-то я пересажусь в свою машину. Буду таксовать на своей BMW, естественно, в бизнес-тарифе. Ну и сегодня день, неделя, суббота. Время уже почти 3 часа дня. Значит, естественно, буду работать до 3 часов ночи, чтобы катать жирные заказы ночью. Потому что сейчас у нас проходят и всякие форумы Африка, Россия и так далее. И день ВМФ завтра будет. В общем, туристов много, москвичей, африканцев. В общем, работы реально полно. Вчера, допустим, поработал, я офигел, какие жирные заказы бывают в бизнес-классе. Посмотрим, получится ли сегодня так же заработать, как вчера зарабатывал я в пятницу. Все увидим. Так что присаживайтесь поудобнее, ребята. Ну и начинаем, в общем, работать и, естественно, зарабатывать. Ну и, собственно, все. Я уже вышел на линию. Кстати говоря, ребята, это мы не будем считать, естественно, 5 заказов, 8400. Это, кстати, я сделал, ребята, за 3,5 часа ночью. Да, это было с промокодом, то есть без комиссии Яндекс, но все равно даже 8400 грязи. За 3,5 часа. Мне кажется, бизнес хоть иногда тоже стреляет. В общем, кайфы были хорошие. Бывало, что заказы летели по 10 минут и 1400 могло выйти. То есть, ну, вообще на изи. Вот, посмотрим, как сегодня будет ночью. Ну, а днем, конечно, будет, наверное, тухолазненько. Все увидим. Ну и, кстати, да, дороги у нас почти все перекрыты, блин. Как работать, опять же, не знаю. Ну, в общем, просто большинство в центре дорог реально перекрыто. Ездить там, ну, просто нельзя. Вот. И это уже проходит на протяжении, там, трех дней точно. Постоянно перекрывает. И некоторые дороги вообще не открывает. И постоянно меняешь маршрут с пассажиром. Ладно. В общем, давайте работать. Но пока заказов нет. Ну, ребят, пока я жду заказ, хочу вам еще раз напомнить. Вы же по-любому забываете. Да? 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 Нет. То, что я подключаю водителей в Яндекс.Такси, абсолютно по всей России. Причем с очень выгодной и сочной комиссией. И даже если ты уже подключен к Яндексу, то ты всегда можешь поменять, естественно, свой парк, чтобы перейти на более выгодные условия. Вот, к примеру, в моем парке комиссия будет составлять всего лишь 5. 5 рублей заказа. Причем с любого. Это, естественно, по Санкт-Петербургу. Если будешь работать в вообще маленьком городе, примерно, где население там меньше 100 тысяч или меньше 200 тысяч человек, то будет заказов всего лишь списаться 1 рубль. А в каких-то городах там от 2 до 3 рублей. Но если город все-таки уже идет у нас больше. Но если вдруг тебе не устраивает именно такая комиссия, то есть ты не хочешь на рублевой комиссии сидеть, то можешь всегда подключиться под обычный процент. По 2% по любому городу. Но если вдруг для тебя это станет выгоднее. А так парк у меня сертифицированный, поддержка 24 на 7. И денежки ты можешь выводить прямо с таксомета, прямо с баланса себе на карточку. Буквально через 3-4 секунды приходит. Причем на карту любого банка и даже не на свою можешь выводить, если захочешь. Так что все ссылочки и контакты видишь у меня здесь, где-то внизу. Но еще в описании будет и закрепленном комментарии. Обязательно подключайся, пиши в WhatsApp и быстренько тебе подключим. Ну что ж, погнали. Надеть, конечно, не в центр, хотя в центре работа в бизнесе как бы присутствует. То есть обычно я в центр избегал, а сейчас в центре бывает даже по бизнесу. Иногда лучше идет работа даже днем. Да, родной сейчас я пристегнусь. В общем, едем на заказик, хотя ближняя подача. Ну что ж, каратулька по райончику. 7 минут и 500 рублей. Чуть-чуть побольше, чем, можно сказать, минималочку. Ну, в принципе, не напрягался, потому что двери не открывал. Посмотрю, все сделал сам. Ну, только что багаж помог погрузить. Неужели второй заказ 27 минут, 27 километров, естественно, ПЗЗ, как я понимаю, не марамои мои, поэтому едем. Ну, если ПЗЗЗАЛ, как выбрали, то не сильно, 28 минут по разу. Ты что, выбираешься? Ну, там не спрашивают, куда-то надо, куда-то поспорить. Ну, через горы точно дольше, то, что сейчас все перекрыто у нас. Большинство. У вас транспортер или как-то будет, по-моему, за руку платную? Я думаю, что ничего. А? Не понял? Я думаю, что у нас транспортер, какой транспортер? А, ну, раз мало ли бывает. То есть наличка для карты будет? Карта будет. А вы разве не оплатили все? Не, ну, это платная дорога, даже, когда вот, оказывается, такси пишут, то, что платная дорога за счет клиента. Ты что заплатишь за платную дорогу? Я заплатил, там написано, бесплатно столько, платно столько. Нет, она не входит в стоимость поездки. Там пишут, она не входит в стоимость поездки. То есть мы сейчас еще 800 рублей заплатили? Не, мы рамоим. Секунду. Разница была в следующем. О, бесплатно на дороге, допустим, там тысячу. А здесь тысяча двести было. Ну, не входит в стоимость, когда вы заказываете, там прям прописывается. Вы можете в Яндексе даже написать, вам оно не подтвердят. Ну, в ней нет. Я тут написал. Там радио может включить вам? Нет, даже еще нет. Кондиционер может включить. Ну, ну, включен. Просто сколько вам градусов делать? Еще на пару градусов меньше. 19? Да. Капец, ребята, должны были ехать 25 минут, доехали за час 17 по ЗСД. Ммм, классно ты как. Да завершайся ты уже. Говорится, топил-отопил за ЗСД. Дотопился. В общем, ЗСД перекрыли, как мы только к нему подъехали. Просто прямо на въезде на ЗСД, перекрыли дорогу. И мы минут 50, вот не соврать вам, 50 минут стояли, вообще не ехали. Вот просто вообще не ехали. Просто стояли, ждали, пока кто-то проедет, видимо. Да, сейчас пристегнусь. Ладно, еду, у нас еще заказ. Говорить некогда, надо работать. Сейчас, 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 сразу, да? Середки над дым нет, оказывается. Подожди. Не бегу, следи. Не бегу, справа сидит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну там двигатель. В таком виде в Марьинке мне сейчас будут говорить мелочи нет. Не, не, вот здесь стоит именно парадольный здесь вот в рычажочке есть. Аккуратно двигайся. Не Лехи на коленке. Все, ладно. Что такое опять? Нет, так. Опять прищемело. Прищемело тебе? Прищемело тебе что-то. Это тройка BMW? Пятерка. А тройки? Тройки бизнес не пускает. Наверное, как Mercedes ежка. Да мы не разбираемся просто. У нас, допустим, Калина, Веста. Ты меня обманываешь? Что еще у нас там? Кать, вот местная, да, Калина? Калина, да, Веста, Ларгус. У меня тройка была, но еще меньше. А Гранта у нас была? Была. Еще меньше. Классно, классно. У Ханки не было. Нет, Гранта, ну как бы, я продал ее через полтора года. Так, ну, в общем, я у Муринского. Ну и кратулька по центру города. Конечно, не особо много, шипа много. Тоже 14 минут, 628 рублей. Так, ну и, ребята, еще написал в поддержку. Она мне краски уже ответила. Ну, чтобы мне дали промокодик. Промокодик и промокодик, да, дали на 3 часа без комиссии. Давайте даже проверим, точно ли он есть. Да, я теперь вечерком его использую, окраски ранечку покатаю. Отличненько. А то каждый раз же переживаю, дадут ли этот промокодик, блин, без комиссии Яндекса. Потому что обычно дают промокодик, и сами знаете, на просто приоритет, который нахрен никому не нужен. Вот, а вот на без комиссии уже поинтереснее. Ну и да, кстати, ребят, если вы вдруг хотите получать тоже промокодики без комиссии Яндекса, без этих манипуляций, да, то вы можете получить спокойно, спокойно получить промокодик на 12 часов, на полностью бесплатную смену. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться как самозанятым, но, сразу говорю, не призывая, потому что, сами знаете, у самозанятого 4% идет заказа, это дохренище. Ну, вдруг вы, если заходите в сайт все-таки самозанятым, вы можете ввести мой вот этот промокодик, при регистрации, естественно, самозанятого, и получите одну, а может быть даже две бесплатных смены от меня. То есть, как раз таки, после того, как вы сделаете 10 заказов под аккаунтом самозанятого, вам начислят промокодик. Но бывает, вычисляет реально 2, а то и 3 даже промокодика. Поэтому, ну, обязательно сохрани этот промокод, если вдруг решишь регистрироваться как самозанятый. Опять же, не призывая, потому что, ну, по факту самозанятым работать не особо выгодно, но по каким-то причинам люди все равно туда уходят, потому что есть какие-то свои плюсы и фишки. Итог, я включил поворотник направо, как мне заказ дает налево, естественно, придется походу разворачиваться. Желание поискивает вас? Нет, нет. Вот в таких домах, кругах живут нас люди, ну или девушки. В общем, завершаем мы заказ. 19 минут, 545 рублей. Ребята, это смех. Зато цепочка дали еще заказ. Даже был маленький коэффициент. Ну, а из-за пробок, естественно, да, да, из-за пробок, естественно, заказы долго выполняются. Да, я вот что-то чувствую, что, знаешь, ем, 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 ем. Да, ты, а я вообще ничего не ем. Я что-то пока сидел там, что-то писал, вышел, все съели, потому что картошка осталась. Да, все хорошо. Конечно, с крахмалом точно хорошо все. Сколку когда учишься, работаю. У нас тут проводок не работает, это нормально? Сейчас, секунду, проверю. Вообще работал только что. Ручше верчу. Сейчас, попробую. Слушай, он просто отсоединился. Нет, вроде. Попробуйте перевернуть. Нет, уже во всех комбинациях. Все подключено. Как бы ты ходишь и обжираешься. Для чего они это? Там, типа, углеводу нужно какую-то? Нет, почему-то такое ощущение развлекает, что ты... Ну тут, ну тут, ну тут, ну тут... Ну, а оно, основной, ты есть стол, все время ты ты всегда и будешь есть. Нет, ну там проходишь. Там нормальный стол, там как бы всякие орехи, вот такие вот прямо правильные вещи, да. Такие полезные, нифига всякая полезная. Еще один коротыш и 603 рубля. Ну, как бы 15 минут, 603 рубля уже хоть получше чуть-чуть. Ну, все равно, зеленка, естественно, по бизнесу уже не так классно звучит. И, короче, ребят, купил вот такой вот провод на Азоне или где-то там. Стоил недорого, естественно, 200 там рублей примерно. В общем, продержался он 2 дня. И все, больше не работает. Классно. Ладно, хоть запасные есть. Правда, потрепанная жесть. Но что поделать, хоть что-то, хоть что-то есть. Только я хотел подсъемы сделать для вас, чтобы красивая картинка была. Сразу заказ, заказ. Вот дистанция вранная. Или ничего. Красиво. Опа. Киричная. А? Киричная, да? Наверное. И еще каратулька 7 минут. 7 минут. Да и... Да куда ты тут тут тут? Вот. Наконец-то. 4,78 рублей. Не, ну так, в целом, каратульками, ну, если они часто идут, естественно, касса набивается. И вроде как и заработок есть. Но ночью, конечно, было интереснее работать. Но до ночи-то мы еще подождем. Она скоро наступит. Уже время 21.17. Поэтому скоро начнется жара. Ну что, начинается поздний вечер. Разгорелись уже коэффициенты именно на бизнес-класс. 2,5 максимальные. В общем, выставил я райончик. Буду поездить. Пока что комиссию конску Яндексу. А вот после нулей включу уже в мой промокодик, который, я сейчас служил и заработал честным трудом. И уже без комиссии по работе после нулей. Поэтому все, еду обратно в центр. Да, кстати говоря, мне из центра нафиг выбило. Но ничего страшного. Сейчас заедем обратно и попробуем заработать баблишко. И даже не доезжая до центра, уже словил заказ, ребята. 1,9 коэффициент. 1,9 коэффициент на бизнес. Класс. Работа поперла. Едем зарабатывать. Наконец-таки. Верностики, да? Пожелание поиски ботов. Первое, можно будет. Давай сейчас. А второе, если открыть окошко, можно Айкос покурить? Айкос? Не сильно вонючим. Не сильно? А если не сильно, то варен. Но окошко такой прикрытие, даст? Сейчас, давайте сразу подключим. Ну что ж, покатались, покатались. Ну и в общем, 46 минут завершаем мы заказ. И в принципе, жирочек, ребята, жирочек. Ну, конечно, бывало и лучше, но все равно жирочек по сравнению с тем заказом, который я выполнил до этого. Вот так хочу показать, как мы ездим примерно. Вот, допустим, я вот здесь нахожусь, да, вот стрелочка моя. Хочу поехать на заправочку, да? Едем на заправочку, поехали. Вот так вот надо ехать, чтобы доехать до заправочки. Ребята, вот так вот. Вот такой делать круг. Не вот так вот, а вот такой делать круг. И в принципе, мы сейчас так же и ехали. В общем, жесть, из этих перекрытых дорог такие вот кругляно яриваем. А я, ребята, опять читы включил. Ну, точнее, промокодик на 3 часа. Поэтому теперь-то заработок попрет. Ну, по крайней мере, таксометра будет все классно. И очень круто смотреться. Ну, и я все-таки в карман побольше положу. Потому что, ну, сейчас самая та должна идти работа и самый такой большой заработок. Ну, я надеюсь. Надеюсь, будет не хуже, чем в пятницу. Так, работаем далее. Бизнес, конечно, коэффициент маленький. Но поедем на Рубенштейна. А доедем, ребята. Это, короче, кортеж на заправочке был. Просто кортеж. Кортеж, ребята, кортеж. Провожаем и встречаем. Ну, в общем, как-то так. Заправились. Теперь можно мне, наверное, ехать. Наконец-таки. Налево. А там перепрытый дорог. Да? Да. А что такое? Ну, так... Нет, просто на сегодня. Везде перекрыты дороги. Полцентр перекрыты. А, хаотично. А я и смотрю, было ехать 10 минут, сейчас 15. Это еще быстро. Я одних пассажиров вез вместо 10 минут 50 минут. Потому что мы... Чтобы поехать в другую сторону центра, мы поехали на окраину. Там вот проехали, чтобы в другую сторону центра заехать. Потому что было так перекрыто, чтобы было не проехать. Мы не первый раз слушаем историю. Сегодня мы только доехали до кинотеатра. Тоже водитель говорил, как он пока доехал, когда перед носом ему закрыли. Да-да-да. Кат с аэропорта. Любимая жена хочет ехать в Кронштадт. Водитель говорит, не надо, ребята, не надо. Ну, завтра же там праздник будет. Ну, что просто не надо, у вас там один из миллионов шансов попасть в Кронштадт. Я же она такая вышла из такси, такая, едем, пораньше встанем. И два мужика говорят, не надо. А я хочу на парад. Что делать? А что делать? Муравью хуй приделать, что делать? Так. Ну, уже интереснее все идет. 13 минут. 13 минут. 1024 рубля. Цепочка заказа сдали и его отменили. Походу, значит, не буду я зарабатывать дальше. Ну, ничего страшного, переживем это. Понимаем. Так, следующий. Ну, уже поинтереснее. 179. Я в том ряду, у которого можно встаю. Кремчульска, да? По желанию, поездки будут у вас? Пермитаж. Что? Пермитаж. А, пермитаж? Ну, сейчас. Ну, что, ребята, жирочек, жирочек получил я. В общем, 36 минут и завершаемый закат. Хотя вы уже все видите. В общем, 2123 рубля. Неплохо. Вообще неплохо. Ребята, 2,5. 2,5, ребята. Конечно, подача большая, но пофиг. 2,5. 2,5. Бизнес. 2,5, ребята. Я офигеваю просто. Ехал, ехал, не доехал. На полпуси взяли и отменили заказ. Да, ребята, вы что-то как-то некрасиво поступаете. Ну, ладно. 2,55. Ну, давай, сейчас-то не отменяйся, пожалуйста. Не хочу я по 100 раз покататься и ничего не зарабатывать. Все, хорошенько, 7 ночи. В доме ночи. Давай. Так, ну и каратулечка еще 13 минут, полторашечка. Неплохо, можно сказать, за 1 минуту соточку платят в бизнесе. Ну, естественно, ночью, когда есть коэффициенты. Ну, и все, мы ждем дальше жирочков. Как видите, бизнес все горит. Куча кирпичей. Естественно, всех объезжать надо, но многие, кстати, дороги уже открыли. Короче, ребята, полчаса я прождал заказа по району. Нифига, заказ не дали. Реально, полчаса прошло, даже, может быть, больше. Поэтому, все-таки, я думаю, нафиг, поеду домой. Все равно я, в принципе, смена завершается. Проволнировал где-то 3 часа ночи. Ну, завершу, может быть, чуть пораньше. Хотя, пока заказ получу я, наверное, и смена завершится. И выставлю кнопку по делам, пока еще действует промокодик. А куда бы поставить дом? Может, сюда поставить, на всякий случай, да? Чтоб побольше, пожарнее было. Ну, и попробуем еще что-нибудь словить. Надеюсь, по делам куда-нибудь уеду. Ну, давай. Ленинский Су-21. Ближняя подача, максимально ближняя. Я уже, можно сказать, переехал. Поэтому едем забирать. У нас еще 3 человека. 2 человека. Давайте будем начинать. В дискаунт едем. Настя, жду тебя в дискаунте. Почему? Не надо домой. Лево ноги. Ну, лево ноги, ручка, есть. Оп. Почему? Ноги? Нет. Можно? Бультос? Спасибо. Вот, и на пути, когда мы уже ехали с бусином, у нас не было, что они сказали, что это только так, а у нас не было. Что, ребят, пригнал, в общем, к дому практически 35 минут. И, в принципе, тоже хороший заказ, так 1700 рублей. Окей, вот это, понимаю, жирочки сегодня тоже шли. Так, ну и да-да-да, интересно, что у нас в центре. В центре, в принципе, все то же самое, но заказов, к сожалению, не было, поэтому решил поехать домой. Так, ну все, давайте, наконец-таки подводить итоги, сколько же я за сегодня, естественно, заработал. А итоги, ребята, таковы, то, что, ну, после полуночи я сделал 5315 рублей, три заказа всего лишь, да, но и другой день 16000, но нет, естественно, нужно из этих 16000 вычесть вчерашнюю смену, это 8500, и останется где-то 8200, ну и прибавить 5315. То есть, получается, 13000 уже чистыми, если прям кому интересно грязь-грязь, то 16000 рублей грязными. Ну и давайте теперь по расходам. Ну и расход первый, естественно, дизельное топливо. Я проехал сегодня 200 километров, практически ровно 200 километров, ну и на дизель у меня ушло примерно косарик, ну потому что 8 литров на сотню кушает эта машинка. Так что косарик вычитаем, дзынь. Ну и давайте почитаем воду, на рублей где-то 150 я, наверное, максимум потратил, хотя сегодня воду практически мы и не пили, если честно говоря. Вот, ну и мойку, мойка автомобиля, это 150 рублей тоже нужно вычесть. Поэтому 300 рублей в сумме вычитаем дзынь. Ну и, собственно, все, вычитать больше нечего, аренды-то у меня нету, машина теперь уже моя, хотя, естественно, она в кредите. Но кредиты, не знаю, есть смысл вычитать, нет смысла вычитать, потому что кредит у всех разный, поэтому, я не знаю, сами можете, если захотите, вычесть еще дополнительно, как будто, аренду или же за кредит. Вот. Ну а так, в принципе, вышло неплохо, то есть где-то там около 12 тысяч рублей я сегодня заработал. В принципе, день получился, можно сказать, успешный. Но вчера было, конечно, больше. Вчера была лютая смена, вчера я заработал реально там 1018, наверное. Вот. Но еще был, конечно, промокод на целую смену, поэтому так много получилось. Ладно, ребята, в общем, надеюсь, ролик заслужил лайка. Ну и я, естественно, тоже. Ну а ты, естественно, не забывай подписываться на канал, чтобы не пропускать другие ролики. Также не забывай подписываться в Telegram-канал. Я там выкладываю очень много то, что не выкладываю в YouTube, поэтому на Telegram-канал тоже подпишись и просматриваю мои кружочки. Там реально много чего интересного, даже намного раньше там выходит, чем на YouTube. То есть там информацию можешь намного раньше получать, тоже подпишись. Ну и вам желаю, естественно, огромной-огромной удачи, намного больше заработков. Ну и, в общем, всем пока.